Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Таня Лебедь, вы на канале Таня Лебедь Унака. Сегодня в кадре мой шкаф. Этот шкаф находится у нас на даче. Это старинный советский шкаф, 70-е и 80-е годы. Это искитимская стенка. Остался один шкаф от этой стенки. Здесь у нас посуда. Давно, конечно, можно его и выбросить, но пока нет такой необходимости выбросить этот шкаф. Вся посуда старая. Это посуда моей свекрови и посуда бабушки моего мужа. Одна из полок. Сегодня я помыла этот шкаф практически в конце дачного сезона. Обычно я это делаю в начале дачного сезона. И в кадре рюмочка на ножке. Это рюмочка из семьи моего мужа. Вазочка в углу, вы видите, хрустальная конфетница. Их две. Поскольку это полка стекло, я поставила тяжелые вазочки по краям, слева и справа. А в центре рюмки и фужеры. Фужеры из 90-х. Тоже покупала моя свекровь из стекла. Все хрустальные рюмки советские, 70-е и 80-е годы. Две солонки хрустальные. Еще одна вазочка, вы видите ее в кадре, конфетница. Вазочка на ножке с синим кремом, этикетка Неман. Это я покупала сама. Очень хорошая, хрустальная. На такой интересной, изысканной ножке. Был у нас когда-то в Искитиме посуда центр. И там я купила эту вазочку, увидев, что это хрусталь от Неман. Сейчас, к сожалению, нет такого отдела у нас в Искитиме. Посмотрите на эти рюмки. Какие они очаровательные. И на высокой ножке, и на более низкой ножке. Мне они очень-очень нравятся. Сегодня у них банный день. Они сверкают и блестят. Я уже как-то говорила, что, к сожалению, мы ими не пользуемся. И мне писали комментарии, почему же не пользуетесь. Зачем же вы так сожалеете? Ну, приятные рюмки. Хочется налить в них какой-то сладенький ликерчик. Но не употребляем, к сожалению. Здоровье не позволяет. Креманки хрустальные. Их три. Тоже советского периода. Они невысокие, милые, нежные, небольшого объема. Вот она, эта полка. В центре вы видите три синих хрустальных стакана на маленькой ножке. Это мы покупали с мужем в начале 21 века. Гусь хрустальный. Их было шесть. Мы переходим ко второй полке. И здесь также слева вы видите хрустальную вазочку-конфетницу. Это вазочка моей свекрови. Их две. Одна слева, одна справа. Мы видим фужеры. Советские фужеры. Шестидесятые и семидесятые годы. Дымчатое стекло. Это фужеры моей свекрови. Старые. Советские. Их осталось три. Этот фужер моей мамы. Из ее дома принесла я. Шестидесятые годы. Ей дарили на свадьбу. До моего рождения. Эти фужеры. Красивые, интересные. Я сколько помню себя, столько помню эти фужеры. Селедочница очень старая. Это селедочница свекрови. И ее свекрови. То есть бабушки моего мужа. Нет клейма, нет цены. Мы ею не пользуемся. Но я люблю эти вещи. И поэтому мы их храним. Что-то в идеальном состоянии, что-то нет. Но вот то, что я показываю сегодня, практически все в идеальном состоянии. В центре вы видите масленку. Это Бахметьевский хрустальный завод. Я купила в комиссионном ее, но видела и в магазине. Стоит она довольно-таки дорого. Это современная вещь. Селедочница очень старенькая. Она без цены. В шестидесятые годы, конец пятидесятых. Это селедочница моей мамы. Мама продала свою дачу. И вот ко мне кое-какие вещи перешли. Еще одна вазочка из парных. И мы переходим на самую нижнюю полку. Здесь самое все тяжелое, потому что я боюсь ставить хрустально-стеклянные на эти полки. Потому что бывали случаи, все это падает, к сожалению. Ну и давайте же посмотрим на вот эту вазочку на ножки. Не так давно я ее увидела на интернет-площадках. И там было заявлено, как Неман. Клубника, стекло, элегантная. Вазочка моей мамы. Очень она мне нравится. Но вот, к сожалению, опять же, мы ничего не едим сладкого. Ни варенье, ни мед. Никакие джемы. И поэтому вся эта красота у нас находится в шкафчике. И мы любуемся лишь ею. Салатница моей свекрови. Для нас она немножко мелковата. Мы делаем в более крупные салатницы овощные салаты. Ну а вообще, конечно, можно использовать. Это стекло. Старенькая салатница, 60-е годы. И там еще две хрустальные красивейшие салатницы. Доставать я их не буду. Может быть, сделаю когда-нибудь обзоры. Потому что там, в самом низу, находится очень красивая салатница шестигранная. Пепельница моего мужа. Когда-то он курил. К счастью, не курит уже много-много лет. Но более 10 лет он не курит. Наверное, более 15 лет. Но когда-то использовал эту пепельницу. Она в идеальном состоянии. Очень красивая, монументальная. Стаканчик старенький, с клеймом. Их два осталось у нас. Есть еще и фарфор у нас в этом шкафчике. Но сегодня вот я помыла полочки с хрусталем. И самой приятно это. Планировала сделать это в начале сезона. Но вот не получилось. И делаю сегодня. Сегодня у нас в Искитиме день города. Обратите внимание на вот эту хрустальную пепельницу. Посмотрите, какая она красивая. Мы ее используем как лоток под мелочь какую-то. Вообще мы пользуемся посудой. Всей. Вот сегодня приготовили шашлык. У нас там такая керамическая сукница стоит на этом шкафчике сверху. Там увидите, я покажу. И мы туда положили шашлык и увезли домой. Остатки того шашлыка, который не доели на даче. Еще одна вазочка на ножке. Вазочка на ножке моей свекрови. А это кружка бабушки моего мужа. Она очень старенькая, без цены. Но это кружка пивная 0,5. И посмотрите, есть такая полоска, которая показывает ту грань. Когда будет пол-литра пива, 0,5. Тарелочка с рюмками. Я на эту тарелочку поставила самые разные рюмочки. Здесь и два вида рюмок из стекла, и хрустальные рюмки с металлическим ободком. Они тоже старенькие. То есть первично в семье появлялись вот такие стеклянные рюмочки. Их несколько видов у нас. И по-моему по 5-6 есть. Ну а затем уже появлялись хрустальные рюмки и для водки, и на ножках. Одна кружечка осталась. Интересная такая кружка. Там вот, посмотрите, еще стопка хрустальных вазочек. Вот эта вот прямоугольная вазочка-конфетница тоже мне очень нравится. Керамический сервиз кофейный в кадре. И стаканы хрустальные. Два вида у нас хрустальных стаканов. Вот этими я пользуюсь. Мне они нравятся. Такие немножко необычные стаканчики. 70-е и 80-е годы я себе наливаю воду в эти стаканы. Всегда на даче хочется пить, и мы пьем свеженькую водичку. Чайник и кувшин моей мамы. Чайник Прокопьевский, кувшин, ручная роспись, завод Довбыш. Статуэтка. Девушка в голубых брючках мне дарила мама. Ну и так кое-какие статуэтки из квартиры я увезла сюда. Это уже мои статуэтки, игрушки ребенка. Что-то дарили, что-то я приобретала сама. Вот посмотрите на этот красивый шкаф. Он меня очень-очень радует. Когда-то у нас здесь был фарфор. Мы что-то подарили, что-то отдали. И у нас осталось все равно очень много посуды. Здесь у нас были агашки. Мы отдали племяннице моего мужа. Сервиз был китайский. Очень красивый. С сакурой тоже отдали племяннице моего мужа. Здесь выше на полке у нас фарфор. Это чайники. В основном хайта. Сахарница хайтинская. Вот слева вы видите чайные пары, которыми мой муж пользуется. Небольшой чайничек вербилки. Дулевский полный чайный сервиз с лимонами. А это мы уже в квартире находимся. И я хочу вам показать две вазочки. Мне задавали вопрос, они мелькают в кадре. Это небольшие хрустальные вазочки у меня в квартире. Они тоже советские. Очень-очень старенькие. Одну я покупала сама. Вот эту вот круглую. А с прямоугольными гранями. Вазочка очень симпатичная была мне подарена. Досталось наследство от одной хорошей женщины. У нас сегодня день города, как я уже сказала. Вы слышите шум дождя, шум улицы. У меня открыто окно. У нас довольно-таки тепло, но очень-очень влажно. Потому что всю ночь шел дождь. В огороде совершенно ничего нельзя делать. Мы жарили шашлык, отдыхали. До встречи, дорогие зрители. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова